«Россия не набирает новые войска, потому что потенциальные призывники слишком боятся быть ликвидированными на поле боя», заявило Министерство обороны Украины со ссылкой на военную разведку. Россия планировала мобилизовать 26 тысяч резервистов для участия в боевых действиях на Донбассе. Но эта попытка в конечном итоге провалилась, поскольку россияне уклонялись от призыва, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны полковник Александр Матузняк. «Мужчины в возрасте от 15 до 65 лет всячески стараются избежать мобилизации, потому что не хотят стать пушечным мясом для армии оккупантов», — сказал Матузняник. Министерство обороны Украины утверждает, что на тот свет отправилось около 20 тысяч солдат и офицеров российской армии. Эта цифра приблизительна из-за высокой интенсивности боевых действий. Потерь в российской армии может быть намного больше. Матузняник сообщил журналистам, что потенциальным новобранцам обещали, что в их обязанности будет входить контроль оккупированных территорий, охрана дорог и военных объектов, улучшение оборонительных позиций. По его словам, реальность такова, что их бы заставили вступить в бой, чтобы заменить тех, кто уже не сможет взять в руки оружие. «Как показывает практика, такие мобилизованные люди являются первоочередным резервом для восполнения потерь тех подразделений, которые непосредственно ведут боевые действия против Украины», — сказал Матузняник. В многочисленных сообщениях, поступивших в последние недели, описывается низкий моральный дух российских сил в Украине. СМИ сообщили ранее на этой неделе, что потери России в Украине включают в себя элитные войска, на обучение которых уходят годы и миллионы долларов. Из 1083 российских боевиков, выявленных русскоязычной операцией СМИ, примерно пятая часть 217 были офицерами в ранге от младшего лейтенанта до генерала. Зарубежные издания сообщают, что среди этих военнослужащих были одни из самых дорогих и трудных для замены в России. Потери высших чинов включают 10 полковников, 20 подполковников, 31 майора и 155 младших офицеров, сообщает источник. Чтобы проиллюстрировать цену для России, обучение лейтенанта, пехоты в течение 5 лет стоит 10 тысяч долларов. Обучение других офицеров может стоить до 60 тысяч долларов каждый. Обучение лучшего летчика-истребителя в течение 14 лет может стоить до 14 миллионов долларов. Михаил Бишьян, адвокат, представляющий российских национальных гвардейцев, уволенных за отказ ехать в Украину, рассказал, что сотни людей связались с ним в поисках совета, как избежать войны. Субтитры создавал DimaTorzok